Договор, заключенный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Мудрая фраза Отто фон Бисмарка актуальна спустя сто лет. В очередной раз в этом убедился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он обвинил Россию в невыполнении взятых на себя гарантий проконтролировать вывод армянских войск с территории в Нагорном Карабахе, которые по итогам войны два года назад указаны как азербайджанские. По словам Алиева, армянские войска должны были покинуть эти территории еще в июне. Но ложь это и есть российская политика. Два года назад Азербайджан согласился на участие в конфликте так называемых российских миротворцев. Наверняка сейчас есть о чем пожалеть президенту Азербайджана. Потому что никаких миротворцев у России нет. Есть оккупационные войска. Тогда, кстати, Азербайджан, который хотел привлечь миротворцев из Турции в виде компромисса, отказался от этого. Ведь Кремль заверил Баку в том, что все будет контролироваться в том числе и технологиями. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий. С тех пор прошло два года и провокации были все время. Так как врет министр иностранных дел России Сергей Лавров будут, видимо, писать в учебниках. Это монументальное вранье всем давно надоело. Недаром недавно в Ереван на встречу с премьер-министром Армении Никола Пашинянов прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Просто показали Пашиняну, что если будет ориентироваться только на Россию, то весь Карабах заберут. А пока что статус-кво, он уже азербайджанский, там какие-то войска есть. Но Алиев не очень-то и давит. Карты все положили на стол. Я думаю, Пашиняна будут выдергивать из этой колоды путинской. Россия стремительно теряет влияние на Кавказе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян почти смогли найти компромисс, чтобы начать процесс налаживания взаимоотношений двух стран. Они встречались в Брюсселе. Сама атмосфера встречи очень важна была. И очень важно, что, ну, можно уже это сказать со всей определенностью, процесс модерирования, то есть посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании и, скажем, в значительной степени обанкротившееся соприседательство Минской группы переходит Евросоюзу в лице его президента. Так что, мягко говоря, в услугах России стороны Карабахского конфликта больше не нуждаются. И Азербайджан, и Армения решают вопросы при посредничестве европейских политиков, в частности президента Евросоюза Шарля Мишеля. Есть программа «Пяти шагов на встречу друг другу». Россия же ничего не сделала для Армении и фактически продавала армянам малопригодные вооружения за миллиарды долларов. И кормила обещаниями. В Ереване все это помнят. Сейчас российские миротворцы – это просто войска страны-оккупанта. И без всяких сомнений Россия не собирается выполнять взятые на себя обязательства и гарантировать вывод остатков армянских войск с Нагорного Карабаха. Речь идет о территориях, которые должны отойти Азербайджану. Кремль и диктатор Путин заинтересованы в срыве мирного плана Азербайджана и Армении и подталкивают страны к новой войне. Президент Азербайджана потребовал дать ответ по вопросу гарантий и вывода армянских войск и намекнул на возможный военный ответ. Там, где Кремль, всегда беда. Азербайджан и Армения смогут договориться и построить новые отношения между странами. Им просто не нужен такой посредник, как Россия. Диктатор Путин и его приспешники видят, что теряют Кавказ и гадят как могут.